На заседании суда 4 мая экс-глава спецподразделения личной охраны бывшего украинского лидера Виктора Януковича Дмитрия Иванцов сделал важное заявление. По его словам, на президентский кортеж по пути в Харьков было совершено нападение в феврале 2014 года. Иванцов сообщил, что на Януковича и его охрану покушались несколько раз. 1-й 20 февраля 2014 года в целях безопасности маршруты президента Незалежной постоянно менялись, автомобили с мегапками не использовались. Машины менялись каждые 3-4 дня. Во время нашего движения скорость была небольшая, по нам был открыт огонь, было много выстрелов, повреждено три автомобиля, цитирует экс-главу спецподразделения личной охраны РИА Новости. Он добавил, что инцидент произошел на границе Черкасской и Полтавской областей. Отметим, что такие покушения, как правило, производятся из засады. Также Дмитрий Иванцов рассказал, что Виктору Януковичу угрожали неоднократно. Он добавил, что лично участвовал в нескольких операциях по задержанию лиц, которые делали это по телефону. Ранее Янукович сам говорил о том, что его автомобиль был обстрелян по пути из Киева в Харьков. Однако суд отказался обязать Генпрокуратуру признать бывшего украинского лидера потерпевшим по данному делу. Киев требует пожизненного заключения Виктора Януковича. Прокуратура намерена потребовать в суде для экс-президента пожизненного заключения. Он же категорически отрицает свою вину. Продолжение следует...